Наш доклад будет посвящен трафику. Это второй доклад про трафик за сегодня. Поэтому я с какими-то basics уже не буду повторяться. Коллега, в принципе, все разжевал. И перейду к немножко более специфической теме, специфической работе с трафиком. Кто-нибудь здесь разрабатывает HTML5 игры? Одна такая одинокая рок-аут. Человек работает на HTML5 играми. Вообще направление очень такое сейчас популярное, растущее. И на самом деле есть некоторые экспертные мнения, которые говорят, что именно в этом направлении точка роста современной игровой индустрии. Потому что, в принципе, Steam уже не платформа для инди, мобайл тоже не совсем платформа для инди. Нужно много в трафик вкладываться. А HTML5 еще позволяет как-то именно инди-разработчику вырваться и сделать какой-то продукт, на котором он может, грубо говоря, окупить свою жизнедеятельность. Так, куда мне жать? О, да, немножко обо мне. Это, собственно, я и последний год занимался тем, что работал с партнерами по ревеню Share, фактически гнал бесплатный трафик в нашу компанию. На проекте «Танки онлайн». Можете знать такую игру. Игра очень старая, большая, давно существует. И это изначально браузерная флэш-игра с 2008 года. Вот, вкратце, о чем доклад. О том, что я говорю о Unishare и почему это нужно. То есть много кто говорит про трафик, про то, как закупать трафик, про то, как с трафиком работать, но забывают про то, что есть не только вот стандартные как бы платформы, не только, ну, в смысле, там, Facebook, там, ВКонтакте или чего-то, где можно, грубо говоря, трафик купить, рекламу разместить, но есть еще и разные порталы, и как с ними жить. Об этом вообще докладов мало. И, в принципе, я информацию, когда я начинал работать, я информацию искал очень-очень-очень с болью, с большой. Вот, собственно, о том, какие revenue share модели бывают, как работать с партнерами по этой модели, ну, и немного разного, такой, грубо говоря, мякотки. Почему без цифр? Дело в том, что из компании Alternativa Games я ушел в другую компанию совершенно недавно, и мне запретили под НДА говорить цифры. Изначально в докладе они были, но, грубо говоря, верьте мне, все по пруфам, все по каким-то подтвержденным значениям. Все, что я буду говорить, все это сделано самостоятельно. Ну, и прежде всего, для кого это? Это HTML5 проекты, Flash проекты, ну, rest in pieces Flash, он уже все как бы отмирает, но у кого-то, может, еще остались какие-то, какой-то legacy. Вот, и это только free-to-play. Есть некоторые исключения из этого правила, я о них чуть позже скажу, ну, именно про mobile, но они прямо в порядке исключения. Вот, что такое revenue share? В первую очередь, это трафик для бедных. Почему? Потому что вы не можете заплатить за трафик, вы не можете как-то его купить, у вас на это как-то нет бюджетов, но вы просто хотите, грубо говоря, получить какой-то acquisition. Соответственно, revenue share модель – это для вас. Это, грубо говоря, дележка неубитого медведя. Когда вы приходите на платформу и говорите, здравствуйте, товарищи, я сейчас в вас игру размещу, эта игра будет зарабатывать приблизительно столько, это по моим подсчетам, ну, и вы с нее заберете половину, я с нее заберу половину с этого дохода, и каждый будет в наваре. Они вам верят по какой-то причине, размещают вашу игру, и, соответственно, вы продолжаете работать. Отложенные выплаты. Выплаты по revenue share могут откладываться там на несколько месяцев, то есть, грубо говоря, там, сегодня вы разместитесь, завтра у вас пойдет трафик, послезавтра он монетизируется, это я имею в виду, в этом месяце вы разместитесь, в следующем у вас пойдет трафик, через месяц он монетизируется, еще в месяц, через три вы получите деньги. Легуреальные взаиморасчеты, то есть, там получается, каждый какой-то отчетный период, в основном это месяц, чаще всего платформа работает по месяцам, нужно постоянно вести какой-то аккаунтинг, с ними производить взаиморасчеты. Почему это важно? Потому что платформ будет много, если вы правильно работаете. Ну, и в такой модели вам не нужен издатель или инвестор, вы можете продолжать быть инди, если вы инди-разработчик, то как бы, почему нет, договаривайтесь, работайте. Ну, то есть, почти инди, почему он почти, потом чуть позже тоже скажу. Вот, какие ревшар-модели бывают? Когда ты даешь отчет, соответственно, у тебя в игре интегрирована аналитика, по которой ты собираешь все транзакции, потом предоставляешь отчет, говоришь, выставляйте мне счет, и оплатишь эти счета своим партнерам. Либо тебе платят, соответственно, когда вся аналитика происходит на стороне партнера, ты смотришь какую-то админку условную, то есть, и по этой админке как-то получаешь информацию о том, что ты получишь по деньгам. Например, так ВКонтакте работает, тот же самый Фейсбук так работает. Ну, это довольно большой список платформ, потому что самая крупная я назвал. Вот, и еще какая тема, это уже немножко юридическая составляющая, которая тоже очень важна по заключению договоров. Это ты поставляешь услуги платформе, или платформа тебе. Почему это тоже важно, именно в контексте Ревшары, потому что от этого зависит система взаиморасчетов, но это уже в бухгалтерию немножко туда. Об этом не будем углубляться. Вот. Немножко о том, как работать с партнерами, собственно. Сначала его нужно найти. Их очень много, то есть, грубо говоря, это если копаться в историю, уходить, помните, были порталы раньше, портальные игры, помните кто-нибудь такое явление? Когда люди делали игры для порталов, продавали их там за несколько тысяч баксов и радовались жизни полгода, делали следующую игру, продавали и так далее. То есть, так появилось большое количество порталов, которые сейчас уже переходят на HTML5, работают с мобайлом и занимаются кучей разных прикольных вещей. Собственно, их нужно искать. Они в основном специфицируются по регионам. Есть крупные очень, такие там, типа, мини-клип, Конгрегейт, Армор Геймс, самые такие известные. Есть очень много мелких, типа там, мини-плей, который работает только с Латинской Америкой, но при этом в Латинской Америке он дает хороший трафик и хорошие результаты. Если вы на Латинскую Америку, как бы, игру как-то ориентируете, у вас есть локализация и так далее. И их очень много. То есть, прям, я потом список выведу, топовых порталов, можете искать, прям искать, искать, искать. Плюс есть некоторые CPI-сетки, которые работают по ревшаре, но с CPI-сетками сложнее, потому что CPI-сетки, они хотят от вас пруф. То есть, вы сначала делаете игру, нагнетаете в нее трафик, даете какие-то цифры, потом с этими цифрами приходите и говорите, о, игра зарабатывает столько-то по факту. Давайте, короче, тогда нам какую-то поревшаре договоренность. CPI-сетка может вам поревшаре что-то гнать. Но их довольно мало, они отходят от этой модели сейчас, потому что трафик становится все дороже, прогнозы с их стороны все становятся нестабильнее, и, соответственно, они переходят на чисто монетарные модели, когда вы платите им деньги, они вам дают трафик. Вот, соответственно, следующая стадия, когда вы партнера нашли, это вы договаривались с ним о процентах. У некоторых крупных партнеров проценты фиксированы. Например, если вы работаете с Фейсбуком, там будет вообще четкий договор, то есть шаг вправо, шаг влево нет, все стандартизировано. Там с мини-плей тоже, с мини-клипом тоже у них там есть определенный договор, вы его подписываете и так далее. Например, вы находите какой-нибудь небольшой портал, у которого там миллион посетителей всего лишь в месяц, но при этом как бы он готов с вами идти на какие-то уступки. То есть вы говорите, у нас там хорошая игра, мы там хотим долю, и заключаете договор, что типа вам 70, ты им 30. Такое возможно. Как договоритесь? То есть, грубо говоря, это работа без девок, а ты приходишь и говоришь, ну игра точно будет зарабатывать, вот мамой клянусь, 70% нам. Вот. Подписывайте контракт, и следующий момент, на котором стоит акцентировать внимание, это проведение интеграции. Проведение интеграции – это самый важный подводный камень в работе ревшер-партнерами, потому что мы говорим, трафик бесплатный. То есть вы не платите за аквизишн, партнер это делает за вас. Каким-то образом некоторые даже сами устраивают рекламные кампании, гонят трафик себе на платформу, и, соответственно, он падает в вашу игру. Но вот именно проведение интеграции зачастую становится очень дорогостоящей операцией, потому что, например, у нас в компании с учетом, что программисты опытные, программисты все знают, их там целый отдел, интеграция некоторых партнеров занимала 2 недели, месяц, потому что у них опи-ка своя, у них своя система авторизации, она не всегда хочет сразу быстро дружить, она бывает хитро выдуманной какой-то, и, соответственно, на это все уходит время и ресурсы компании. Вот, соответственно, дальше проверяете, какой это тестовый прогон делаете, ну и дальше просто партнер как-то вас размещает, вы, соответственно, получаете за это деньги. Вы получаете, он получает, все зарабатывают, все работает хорошо. Вот, как найти партнера? Это всем известно, что все цитаты в интернете это цитаты Джейсона Стетхэма. Когда к партнеру идешь договариваться, о доле, о чем-то еще, никогда не нужно говорить, что типа вот мы заработаем, всегда нужно говорить, что вот сколько вы заработаете, потому что партнеры интересуют заработать вот так же, как и вас. И, соответственно, вы приходите к нему и рассказываете ему о том, как ему будет круто работать с вами. Что партнеры, собственно, от вас хотят? Денег. Ну, очевидно, они хотят только одного, им интересно заработать, ну, в первую очередь. А, соответственно, им интересно, если вы, например, маленькая компания, маленькая студия, предлагайте им долю побольше. Может быть, тогда они согласятся. То есть у нас были какие-то моменты, когда мы, например, договаривались, и просто партнер говорил, ну, ребят, мы не очень хотим с вами работать, у вас старая игрушка, типа 50 на 50 мы не пойдем. Мы такие 60 на 40, ну, 60 на 40, окей, давайте, хорошо. А нам это лишний трафик. То есть как бы тот трафик, за который мы не платим. Это другая совершенно аудитория, мы просто ее захватываем, вот считай, тратя только деньги на интеграцию. Соответственно, следующее, что еще они могут хотеть, это контент. То есть, например, вы делаете игру, у вас есть какой-то продукт, продукт размещен на платформе, и помимо этого, вы какой-то контент еще делаете дополнительный. Видеоролики на ютубе, статьи какие-то, еще, еще что-то. Многие партнеры, у них есть, например, свой новостной портал, и то, что вы делаете контент и наполняете их новостной портал, это им выгодно. Соответственно, вы договариваетесь на лучшие условия, получаете лучшее размещение на их площадке, ну и плюс дополнительный трафик, потому что люди читают эти статьи. Вот. Как-то так. Что еще хотят? Обратные связи. То есть, это уже такие вещи дисциплинарные. То есть, предыдущие, это были контентные вещи, то, что вы можете сделать, это уже дисциплинарные вещи. Почему? Потому что они требуют от вас определенной дисциплины. Если у вас сидит менеджер, который занимается работой с партнерами, этот менеджер неделю не отвечает на письма, пропускает какие-то вещи, не может внятно что-то им объяснить, они не захотят с вами работать. Они там вас подскажут, типа мы вас разместим, вы потратите деньги на интеграцию, повисите у них какое-то время на платформе, менеджер пару раз пропустит важный имейл, и все. Они скажут, ну, ребят, пока она для меня не интересна. Вот. Компетентности. То есть, что вы понимаете свой продукт, вы его улучшаете, вы в нем хорошо разбираетесь, то есть, когда у них возникают какие-то вопросы по вашему продукту, потому что зачастую техническая поддержка все равно оказывается на вашей стороне, например, пользователей. И они ждут, что вы компетентно будете техническую поддержку осуществлять. Они ждут, что вы будете компетентно работать с сообществом. Они ждут, что вы сможете ответить на любые вопросы. Не только их, но и игроков. И поэтому компетентность, она от вас требуется. Регулярные отчетности. То есть, если вы не будете предоставлять отчеты вовремя, потому что там завязано на деньгах, и не будете предоставлять их корректно, потому что даже если вы даете им те суммы, то есть на вашей стороне аналитика, и вы, когда даете им те суммы, на которые они должны выставить счет, который вы должны оплатить, скорее всего, у них тоже есть аналитика, и они вас проверяют. То есть, грубо говоря, тут нужно давать отчеты вовремя, день в день и правильные. Вот контента для своей платформы, это я сказал. Да, повторился в слайдах. И регулярных апдейтов в игре. Обычно, когда вы достигаете каких-то определенных объемов на какой-то платформе, они начинают просто смотреть, что прикольная игра, мы будем ее размещать. Точнее, мы будем с ней работать активно, будем какие-то спецразмещения делать. Но если у вас нет апдейтов, то есть, если вы не выпускаете новый контент, они начинают скучать, сами партнеры. Они такие, ну, нашим игрокам интересен новый контент, давайте апдейт. То есть, это те вещи, которые зависят только от вас, и это те вещи, на которых можно договариваться на какие-то дополнительные условия с партнерами, то есть, на какие-то более лучшие условия, то есть, в процентах. Себе побольше, партнеру поменьше, но оба будете зарабатывать больше, просто потому, что вы делаете новый контент, и людям, которые сидят у них на портале, это интересно. Следующий момент очень важный, это фичеры. Что такое фичеры? Это, собственно, спецразмещение. То есть, когда вот у вас есть там, например, в стандартной подборке, типа шутеров, висит иконка ваша, а вы хотите на какое-то время баннер встать на главной площадке, чтобы у вас больше трафика лилось. Вот спецразмещение. Вот тут важно понимать, что, например, если у вас там этих партнеров подключено, десяток, там, 10-20 их, может быть, ну, у нас с компанией, я не могу назвать точное число, но их было несколько десятков. То есть, как бы я с всеми ними работал, и это немножко рутина такая, когда ты с каждым договариваешься о фичерах, у каждого свои условия, каждые свои хотелки, и фичеры выбивать зачастую довольно сложно, потому что некоторые партнеры хотят не так, что типа вот это. Вы сделали акцию в игре, вы приходите и говорите, у нас акция в игре, она работает в выходные, пользователи будут платить больше, мы предполагаем рост доната там в два раза, давайте под это дело спецразмещение сделаем, типа с баннером на главной странице у вас. Есть, например, какие-то вещи, то есть мы делали специально для ВКонтакте и Одноклассников, договаривались с ними, делали битву соцсетей. То есть это был ивент полностью для ВКонтакте и Одноклассников, у нас айтемы в магазине, соответственно, появляются, которые можно купить только под этот ивент. Есть своя механика этого ивента полностью, но это довольно дорогостоящие вещи, потому что это требует прям работы отдела, который вот этот ивент создает, ну и его интеграции именно в игру. Вот. Ну, в общем, здесь в принципе все написано, я, наверное, даже не буду читать по слайду, то есть просто с каждым нужен индивидуальный подход, и как этот подход найти, нужно просто поинтересоваться. То есть вот первое, с чего начинаешь, ты работаешь с менеджером со стороны партнера, ты ему пишешь, ребята, о чем вам интересно, что вы хотите, то есть опишите, пожалуйста. Обычно у них есть гайдлайны, они эти гайдлайны с удовольствием вам отдают, то есть у некоторых есть требования к фичерам, например, у одноклассников у них есть вот четкий список требований, по которым ты должен соответствовать. И если ты им не соответствуешь, то как бы можешь отдыхать. У Фейсбука тоже есть четкий список требований, но его никто не знает. То есть он у них где-то есть, ты пишешь им application форму, заполняешь, типа отправляешь, и как бы они что-то там думают, 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 потом тебе не отвечают ничего, либо говорят, а, окей, давайте, ну вот в те даты. А какой там список требований у них, я сказать не могу, и как бы думаю, никто сказать не может, мне кажется, потому что просто он нигде не вывешен. То есть их менеджеры что-то там решают. Но это Фейсбук. Нужны ли нам фичеры? Фичеры нам нужны. Почему? Потому что если мы не будем регулярно приходить к партнеру и пинать его, то есть типа ребята, давайте делать фичеры, давайте спецразмещение, то те игры, которые на портале будут это делать, они будут расти в выдаче. У них обычно на всех порталах есть, помимо какого-то спецразмещения, еще, собственно, стандартная подборка, и там либо по пользовательским рейтингам, либо по количеству игроков, либо по количеству, каким-то еще метрикам выводятся все игры. И если вы делаете фичеры, вы в этих рейтингах поднимаетесь, если нет, вы начинаете опускаться. И вот стандартная ваша ежедневная выдача, то есть ваши игры, и она начинает падать, у вас начинает падать, соответственно, трафик, начинает падать монетизация, поэтому это неинтересно. Поэтому фичеры обязательно нужно делать. Тут опять-таки та вещь, о которой я могу поделиться, мы на фичерах делали, вот именно чисто, вот в моменты фичеров, до 40% всей выручки со всех партнеров. То есть как-то так. Поэтому эта штука очень нужна и очень интересна. И в принципе фичеры поднимают, как бы вашу выдачу поднимают в среднем трафик с платформы. Как регулярно фичеры получать? Просить о них. Ну, очевидная, казалось бы, вещь. Я вот когда ее писал, думал писать, не писать, а потом такой общаюсь, как бы общаюсь с разными командами, которые где-то на порталы с их HTML5 играми выходят, и они такие, блин, а как вы так фичеры получаете? Ну, я прихожу и говорю, дайте нам фичер. Как бы они этого не делают. Поэтому в первую очередь нужно писать менеджеру и говорить, ребят, дайте нам фичер. Если хотите фичер в ВКонтакте получить, если вы в ВКонтакте разместились, вы приходите, просто пишите в техподдержку. Мы хотим фичер. Они вам что-то отвечают, какие-то условия дают, вы там можете соответствовать, можете не соответствовать. Говорят, что сделать обычно, то есть типа, а вы сделаете то-то, 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 тогда дадим. Ну, там уже можно подумать по расходам, по тому, как это бьется, на самом деле обычно отбивается. Вот. Если вам говорят нет, то есть если менеджер говорит нет и ничего не отвечает, нужно просто писать ему и спрашивать, а как бы почему? Объясните, почему вы нам фичеры не дадите, что нам нужно сделать и так далее. То есть обязательно нужно выяснять, даже если вам просто в жесткой форме сказали нет, как бы сказали, все, вам больше не пишите, нет, нужно выяснять. Зарабатывать во время фичеров. Это та вещь, которая зависит только от нас. То есть, грубо говоря, делать какие-то акции, которые будут приносить деньги, потому что если фичеры не будут приносить деньги, как бы вы в остальном не работали, ну, они сделают с вами один, второй, посмотрят, фичер не зарабатывает. То есть, как бы монетизация не увеличивается, денег они больше за это не получают, неинтересно. Если у вас, например, точка монетизации там уходит месяц и дальше, то есть куда-то, где-то там вот в далекой дали, то, возможно, они могут просто потерять интерес к вам, просто потому что, ну, они не видят деньги вот в текущий момент. Тогда им нужно объяснять, что, ребята, у нас там точка монетизации рассчитана на 3 месяца, то есть очень глубоко, и как бы давайте с этим как-то жить, вот через 3 месяца мы увидим, они тогда вам скажут, хорошо, подождем 3 месяца. Ну, в общем, довольно такая забавная история. Делать интересный контент, то есть, например, тот же самый портал Мини Клип, он довольно большой, он любит, когда ты приходишь к нему и говоришь такой, ну, смотрите, у нас есть вот такой интересный ивент, там на День Святого Патрика, и мы сделали такие-таки крутые акции, вот у нас такие арты, вы их можете у себя разместить, они-то и сами менеджеры смотрят, да, блин, это нам интересно, становятся все хорошо и размещают вас. Как бы, то есть, контент всегда должен как-то завлекать, он должен быть красиво оформлен, красиво описан и так далее. И формулируют специальные приложения для партнера, это то, что я рассказывал, то есть, когда, например, крупный портал Одноклассники, крупный портал ВКонтакте, что получить у них фичер не всегда получается просто, то есть, понятно, можно встать в подборку на какой-то там праздник, типа 9 мая у нас игра про танки, мы легко встаем в подборку. А как бы, что-то вот в другие даты сделать, то есть, например, в октябре никаких особых ивентов нет, куда можно прям встать, то есть, именно календарных каких-то, приходится придумывать, изобретать, изобретать что-то под партнера. То есть, мы так и под мини-клип изобретали, и под конгрегейт изобретали, вот под все это дело, чтобы просто получить фичеры и как-то немножко подняться в выдаче на портале. Что? А, вот, что за партнеры на свете есть? Собственно, вот, это краткий список вообще топовых партнеров. Есть еще ряд партнеров, которых можно найти, например, в Латинской Америке или в Китае. Я не стал их здесь указывать. Почему? Потому что, например, мне их контакты найти не удалось. То есть, это когда ты находишь портал, ищешь контакты людей, чтобы там выйти, и ты просто не можешь их найти. Ты ищешь, рискиешь весь интернет, находишь разработчиков, которые там вышли, с ними общаешься, они тебе тоже ничего не могут сказать. Это довольно забавная вещь. Из таких, чуть-чуть поменьше партнеров, вот, собственно, Game Distribution, Spiel Games, My Play City, их тоже вот очень много. Собственно, FreeF, это вот такая платформа, она очень офигенная, там, грубо говоря, просто только иконки игр, нет никакого описания, с иконки сразу переходишь на игру. Огромное количество у них трафика, у них 95 миллионов посещений этих в месяц, по аналитике, то есть по аналитике 95 миллионов посещений сайта в месяц. Но контакты их, вот кто найдет, скажите мне, я благодарен буду. То есть на них бы разместиться вообще хорошо, любую HTML5 игру, а там такие игры, то есть что-то думаешь, блин, ну конкуренцию с хорошей игрой составить очень легко. Вот, и Game Distribution в этом списке выделяется немножко, потому что это агрегатор. То есть, например, если вы договоритесь с Game Distribution, и если у вас с ними будут хорошие отношения, то есть, грубо говоря, игра будет зарабатывать, вы сможете разместиться и на Spiel Games, и на My Play City, и на Flash.com, то есть вот довольно большое количество сайтов, у них счет около полутора тысяч всего порталов, то есть от мелких вебмастеров до вот крупных таких порталов, то есть как бы, и они еще дают очень интересную мульку, это доход с рекламы. Они откручивают рекламу преролами, и с этих преролов делят ее по 33%, 33% себе, 33% вам, и 33% порталу. Но у Game Distribution есть один нюанс, это то, что у них фиксированные ставки по процентам, например, можно там с тем же самым Spiel Games договориться на какой-то хороший процент, типа 70 на 30 в вашу пользу, а с Game Distribution так не договоришься, у них 40 на 60 в их пользу, и с Spiel Games они будут уже свои договоренности иметь. Но зато, например, это позволяет решить вопросы бизнес-девелопмента со всеми остальными порталами, вы просто приходите в Game Distribution, такие ребята, давайте мы с вами. Вот. Вроде денег платить не надо, но об этом я уже вкратце рассказал по ходу. Стоимость интеграции. Стоимость интеграции может быть довольно высокой, то есть это может быть месяц вашего программиста, сколько программист получает за месяц, вы знаете, а площадка в итоге вам дает трафика, ну там 2-3 тысячи регистраций, что вообще никак не отбивается, и тут нужно просто смотреть. То есть, грубо говоря, есть порталы, в которых сложная интеграция и мало для вас потенциального трафика, информацию по тому, какая у них аудитория, они все дают. То есть просто спрашиваете у них, какая у вас аудитория, они всю соцдемо просто полностью отдают, и вы уж смотрите, нужно вам это или нет. Соответственно, это все нужно анализировать, потому что можно просто уйти в минус за счет того, что вы подключаете его. Бумажки и договора. Это тоже огромная сложность, потому что зачастую не встает вопрос, а даже интегрироваться, встает вопрос договор заключить. У них юрлицо в одной стране, у вас в другой стране, у вас не получается с ними по законодательству как-то договориться. В договоре какие-то нюансы не устраивают ваших юристов. Ну это, если уже крупная компания, там если инди-разработчик, то просто где-то можно что-то прошляпить. Там у них шаблонные формы, но все это нужно договариваться, и все это достаточно большой процесс. То есть у нас некоторые партнеры, например, интегрировались по полгода просто за счет того, что вот это была рутинная переписка юротделов их и нашего, просто чтобы вот этот договор заключить. Ну и бездефа аккаунт-менеджеры. Если у вас это есть, то стоит задать вопрос, им дели вы. Но обычно это геймдизайнер делает в одно лицо. Я, собственно, с этого и начал, как геймдизайнер в одно лицо в инди-компании заниматься вот этой всей ерундой. Там как бы азы, грубо говоря, и подхватил. Но как бы нужно будет как минимум один человек, который будет вести бездефа аккаунт. И если партнеров много, если компания крупная, это два человека как минимум. То есть один, который будет аккаунтом заниматься, второй, который будет их подключать, договоры заключать. То есть это уже довольно большие расходы. То есть можно суммарно тратить до полумиллиона в месяц только на эти интеграции. Как-то так. Поэтому тут тоже нужно думать. Но это я имею в виду в пике. В пике до полумиллиона. Это если всех сотрудников перечислить и все косты. Если у вас постоянно процесс интеграции новых партнеров идет. Вот. Немножко резюмируем. Вот такой шуточный слайд. Но это действительно к деньгам, потому что если вы, например, небольшая команда, и вы выходите на… У вас есть HTML5 игра free-to-play, и вы выходите на двух-трех порталах. Это действительно к деньгам, потому что вы не вложились ничего в трафик, вы не отдали ничего издателю, но вы уже имеете какой-то поток пользователей, вы уже можете хотя бы тестировать какие-то вещи. Уже если у вас вкручена аналитика, почему говорю, не буду повторяться, аналитика должна быть вкручена заранее. Вот. Если у вас вкручена аналитика, вы этот трафик можете проанализировать, и дальше уйти в закупку трафика, например, с определенными показателями. Или когда вы пойдете к издателю, вы можете прийти и сказать, смотрите, у нас вот такой трафик работает так, вот вам шпаргалка, развлекайтесь. То есть это очень полезная вещь. И в первую очередь для небольших команд, но и для больших компаний тоже, если вы делаете HTML5 игры, которые интегрируются в портал. Но если вы делаете мобайл игры, тоже исключение, о котором я хотел рассказать. Например, порталы такие, как Y8, то есть вот в этом списке, как в Y8, они сейчас запускают, Congregate тоже в эту сторону работает, они запускают собственные мобильные стороны. Фактически для вас это вот так же интеграция, как с HTML5, только вы можете мобильную игру туда интегрировать. У Congregate это в стадии в разработке, у Y8 это в стадии уже какой-то рабочей модели, но пока немного. То есть как бы пока в мобайл это только приходит. Но, надеюсь, придет, потому что схема очень удобная. Ну и повторюсь, CPI-сетки еще по этой схеме тоже работают. Если по-серьезному резюмируют, то решет партнеры есть везде. Они есть, то есть их нужно просто искать, это нужно ресерчить, это нужно смотреть, то есть просто гуглить, гуглить, причем по совершенно разных запросам. То есть там куча запросов вроде там игры играть бесплатно, там вот это стандартное, то, что нужно вводить. Ну, естественно, на разных языках, там вход до копипастов китайский и по китайской локали, если вы хоть туда хотите. Там еще куча-куча разных, то есть там типа RPG онлайн и прочее-прочее-прочее. То есть огромное количество времени просто будете убивать именно в поиск их, потому что их можно найти просто совершенно случайно. Потому что мини-плей мы так и нашли, это бразильский портал, просто совершенно случайно. На испанский язык перевели фразу. Что же мы там перевели? На испанский язык перевели, короче, какую-то фразу из игры, и он нас выдался мини-плей. Так, старайтесь, чем больше вы подключаете, тем лучше. То есть как бы чем больше порталов у вас есть, тем вам будет лучше, тем больше трафика, тем более разномастный трафик будет. И договаривайтесь о фичерах. То есть всегда старайтесь выбивать себе фичеры. Больше, больше, больше фичеров. И для этого всего наймите толкового менеджера, наймите толкового человека, который в этом понимает, который, грубо говоря, знает, как договариваться с людьми, который знает, как это искать и который умеет в этой схеме работать. В принципе, все. Если есть вопросы, можно куда-нибудь сюда писать и задавать. Спасибо за внимание. Так, вопрос. Здравствуйте. У меня будет вопрос, состоящий из двух частей. Глобально это как вы работаете со спецификой платформ. Первая часть техническая. То есть, например, конгрегейт, который вы озвучивали, он позволяет и на пода. А у i8 последний, у них, наверное, только прероллы и интерстишиал реклама, если я правильно помню. Да. Вот. Ну, то есть, насколько вам надо калибровать игру в этом плане? Она не совсем так. Не на тему позволяет и на по, это немножко по-другому. Конгрегейт, он на своей стороне трекает и на по. Подключается API, на своей стороне он трекает и на по, и он уже дает отчетность, соответственно, по ним. И, соответственно, он уже платит деньги. Вот. А i8, он, мы сами свои инапы на этой платформе прокручиваем, то есть, мы ничего не делаем с ними. И мы им даем отчет по инапам. То есть, как-то так. То есть, менять нам ничего не нужно. Просто конгрегейт прикручивать сложнее. Вот. А вторая половина вопроса, она про специфику. Ну, то есть, опять же, тот же Kong, у него есть специфика игроков и наиболее популярные жанры. Как и у других подобных агрегаторов и платформ. Да. То есть, как туда заходить с продуктом определенного толка? Ну, во-первых, анализировать платформу. Не все платформы подходят. Там может быть просто аудитория, опять-таки, жанры какие-то, игры, не совсем под вас подходящие. То есть, ну, просто сначала посмотреть, что за игры есть там вообще. Связаться с менеджером, поспрашать его там, типа, а ваша игра будет хорошо, нехорошо. Лучше всего сразу связываться, вот в первую очередь, потому что человек ответит на вопросы более компетентно. Зачастую. Есть исключения, но зачастую так. Потом смотреть аналитику, то есть, смотреть, опять-таки, их соцдемо, то, что я говорил, запрашивать у них. Они обычно дают все эти данные. То есть, просто спроси у них, они тебе их дадут. И дальше уже смотришь, интересно, неинтересно. У нас, например, такие исключения были. Есть такой, например, портал xe.ru. Он нам вообще не в соцдемо. Ну, вот вообще не в соцдемо, потому что у нас аудитория довольно молодая, у них аудитория более возрастная. Но они нас очень хотят, потому что мы игра про танки. То есть, типа, вот они просто нас хотят, но что мы игра про танки, поэтому, как бы, клево бы было интегрироваться и клево бы было что-то вместе сделать. То есть, как-то так. Спасибо. Спасибо.